Следующее видео, которое мы посмотрим, называется «Кратко. Зачем нужен мой канал?» Смотрим. Там какой-то шауе по пэшу, по-моему. Это я буду критиковать различных фриков. Сейчас очень много фриков, которые именно противоречат сами себе, противоречат знаниям и прочее-прочее. Вот самый такой активный... Ну, фрик, критикующий фриков, это клин клином вышибают, как говорится. ...деятель сейчас есть в политике. Я думал, что в политике люди более-менее адекватные. Это же не каждый в рамках аксиоматики, но в рамках своей аксиоматики они адекватны. Не в рамках аксиоматики, а в рамках своей аксиоматики адекватны. Но есть такой деятель, который в политике, особенно я, потому что все в рамках своей аксиоматики они адекватны. В физике, там, против, в новостоке, они могут быть неадекватны, блин. А в политике всегда адекватны аксиоматики. Допустим, Нечтель Пиксель, она в рамках своего понятия феминизма, она адекватна. То есть если мы даем им определение, что обратного сексизма нет, то его действительно нет в рамках аксиоматики. Ну, это не противоречит самому себе. То есть, ну, допустим, Ежи Сармат, он противоречит даже сам себе. То есть, он противоречит всему. То есть, это настолько... Таааак. А где я, в каком месте я противоречу сам себе? Капец. В общем, вот примерно вот эволюция Ежи Сармата. То есть, Адельфин. Так. Вот и критика подъехала. Ежи Сармата, вот у него... Вот этот Ежи Сармата, вот такой маленький мозг, А вот у настоящих познающих истину, как я, у них большой-большой-большой крупный мозг. Какая красота. Это похоже на то, как Добби делал разоблачение на вата-админа. Типа, сейчас, сейчас я возьму фотографию вата-админа, прифотошоплю его голову к унитазу, и всё. И таким образом я буду защищать марксизм. Как ты Ежи прокомментируешь этот факт? Как? Никак. Всё, съел. факт чего что ты картинку смешную нарисовал серьезно то 10 эволюции сознания то есть ежесармата до аномального человека соответственно а нормальный человек это анкап да я правильно смешно смешно это видимо какая-то пост мета ирония так можно из них коммунистов потому что коммунисты это отдельно коммунист не любят прямой путь все последующие 1 ветви я не рассматриваюсь здесь картинка замечательно даже в своей аксиоматике ежесармата вообще не шарит действительно а зачем совсем у него все плохо некая смерть некая смесь старикова кургиняна и никсель пиксель но больше кургиняна все-таки мне кажется я не хочу быть ники сюда еще не много права идеологии рыночка и все и и смешайте все это и получится я же сама то есть это объективно ну да я сниму отдельный ролик собственно и развитие канала будет том что есть мой день но и где родился прям по фактам по самым-самым фундаментальным вещам ежесармата собственно жить и видео обязательно будет ролик если он уже есть я его надо заказать этот ролик я считаю а он приведет какой-то конкретный пример того как я себе противоречу или или это тоже своего рода аксиома которые истинно не требующие доказательств то есть но ежесармат противоречит сам себе так и да дальше должен быть какой-то пример противоречия это ролик а вот в этом ролике как бы там там чувак не прав просто методе автоматики сама аксиоматика не прав но это редко то есть основном я обозреваю тех не прав вообще противоречит сам себе в основном такая настолько все плохо ну и обычно таких вот первый ролик вот почему то здесь основной момент квантовой механики заключается в том что типа старые физики идиоты они не понимают элементарных вещей и мы такие крутые квантовые физики мы это все усвоили причем усвоили на основании экспериментов которые мы некорректно привели как бы и мы на основании этих данных анализируем что то что и читаем то есть это тоже левый диалог когда блин какой-то левак паривает нам что типа какие-то такие дурачки они типа такие они говорят глупости а правда это другое глупость это гениально это гениальная методика то есть в квадре физики тоже самое то есть вы создаете каких-то дурачков экстандартных физиков которые ничего не понимают мне кажется ему надо успокоить но попить как он ничего не знает и на основании этого как бы выводите собственно свое вот такая метода честь или бред там я уже конкретно вот сложные вопросы сложные философские вещи обсуждаем там уже беспривязки к конкретной личности конкретно блин софи некий привязываем к конкретной философии на основании философии задаем какое-то познание в этом заключается мой канал то есть я буду критиковать различных деятелей не буду отнимать нишу есть уже куча чуваков которые говорят что тот же ежесармат т.е. ежесармат к примеру вот елисев он тоже критиковал но он критиковал с позиций того что елисев типа не прав потому что он использует аргументы против религии на основании того что он анализирует религию с позиции науки но проблема в том что потом в одном из своих роликов ежесармат то же самое делал то есть то же самое причем слушать ами как бы ну а обзоры на меня будет делать кто-нибудь кроме городских сумасшедших в какой-то момент я я помню этого деда в шляпе в ковбойской который типа сармат говорил что в советском союзе делал социализм это ложь это был социализм она хуя ты все доказал молодец эти теперь вот это вот непреразумение позиции с позиции науки тоже анализировала с позиции ну конкретный пример вообще никогда к принципу фальсифицируемость не апеллировал я не поклонник попера прямо скажем да действительно проблема во мне в данном случае про простите меня пожалуйста я тоже ну все теперь мне точно пиздец как год за разоблачение ежесармата взялся как бы профессионал уничтожающая критика окей он уже неадекватный он уже сам противоречит он уже сам противоречит любой аксиоматик только в рамках своего мозга своей картине мира он адекватен но меня это вполне устраивает кстати ничего не имею против в общем все дальше после ежесармата мы пойдем исследовать основную физику основных всяких деятелей тоже которые за квантовую механику за и обязательно квантовой механики тоже пиздец по всей видимости ругаем инштейна я не завидую инштейну видео собственно и сама слушайте но я оказался в хорошей компании в итоге ведь ежесармат квантовой механикой инштейн я я прям возгордился очень много более того количество вещей которые надо забить если ежесармата она она количественно больше вещей на которых мы должны забить при том что феминистские права если феминистские права прав в чем политики немного отношения между мужчиной женщиной не множество на низкие вещей если ежесармата мы тоже забивали почти на все на физику химию биологию историю аксиомат очень странная цепочка рассуждений атику все все на все нужно забить абсолютно окей не а с ней все нормально я просто не апеллирую к этим вещам то есть ну типа если если кто-то не ест яблоки это не значит яблоки плохие просто но кто-то кто-то не ест яблоки я просто не смог вспомнить на вскидку ситуацию чтобы я критикую религию апеллировал к паперу но молодому человеку из ролика ему виднее в принципе особенно учитывая что я противоречу сам себе всегда в принципе в данный момент я тоже могу сам себе противоречить потому что ну типа это аксиома что ешь сармат противоречит сам себе все то есть ешь сармат нервнички образом правда он даже все пересмотреть зачем прав в чем и почему мы должны что-то пересмотреть если же сам то есть как-то очень мало конкретики в ролике начни она вообще отсутствует проблема с физикой собственно чтобы оказать правильность квадратной механики можно на все либо перезабрести все заново и поэтому физики современных даются перезабрести все заново при этом они дают перезабрести все заново критикуя бред критикуешь бред критикуешь сварка модель блин главное чтобы молодой человек успел записать все эти ролики с разоблачениями до момента когда его поместят в специализированное учреждение поэтому чувак торопись сразу фрик получается потому что нельзя критиковать нужно в позиции только бреда создавать новый бред можно только с позиции бреда даже после ежек теория относительности теории большого взрыва квантовая теория там еще если найду еще кого-нибудь крико хотя сомневаюсь может быть в криф хуже чем ежесармат невозможно да я согласен теперь и сама то просто невозможно если бы ежесармата бы не было надо было придумать кого-нибудь идиоту или гумить реальному чему философию схожа с ежесармату и но это и произошло в 2015 году как бы и посмеяться над ней какая же она тупая придумать если бы ежи не было надо было придумать ежи блин это было бы просто весело собственно ежи дал мне огромную я благодарен спасибо ежи ты дал мне огромную почву да не за что но это правда не совсем почва это немножко другая субстанция но мне не жалко думал что перспектива перспектива моего канала она ограничена потому что идиотов совсем тупых он только физики оказалось что идиоты физики бывают не только физики не в различных спасибо я тебя не но если я такой же идиот философии как эйнштейн физики только я в хорошей компании молодой человек вы мне льстите спасибо благодарен ежи я я вам тоже благодарен за донат и за то что вы заказываете свои видео по очереди с высоким коэффициентом единственное конечно немножко грустно от того какой уровень моих критиков всегда потому что вот на меня почему-то делают разоблачение только люди с определенными как бы деликатнее сказать но в общем люди нейро нетипичные то есть хотелось бы какой-то серьезной критики содержательный но вот видимо я не достоин просто эту почву для срача собственно дальше после я же поют всякие философы гностики там всякие женщины сейчас квантовую физику теория относительности две основных на основу на котором я буду циковать до квантовая физика теория относительности тоже полная хуйня опять-таки моя философия в хорошей компании оказалось черт побери лес лес потом я буду критиковать еще позиция науки выпущу видео по науку то есть что является ну есть уже видео про вот наук уже ноги 2 2.1 там описано собственно то где чем наука отличается от не науки но я объясню именно ограничение науки объяснил видео специальном тоже рубри корка наверно чате пишут что на меня делает разоблачение люди солнца ну да что ж поделать какая философия такие критики атеизм сам концепцию атеизма не верен не веры и прочее то есть пять вопросов к атеистам то есть верующие вопрос к верующим опять же обычно позиции философии охуенно ну зависит от определения адекватность потом я пробу объяснить то есть не брит и сказал что гипотеза бога непроверяемая поэтому не работает скажи чтобы смотрели мой канал так какая у меня ориентация я не знаю качек и татсы чувак ты можешь быть асс а сексуальным например или или бисексуалом исходя из того что так новости а вот а по поводу того что я говорил что гипотеза бога непроверяемый поэтому она не работает но это не является прямой апелляции к поперу потому что я имел ввиду другое совсем ты просто из контекста не понял что именно я имею ввиду потому что ты человек солнца по всей видимости инштейна и тесла то есть почему тесла такой замечательный почему-то популярную это тесла такой популярен в основном потому что он был адекватным то есть он был логичным достижения достижения адекватных нету что нет африк его достижения в эйнштейн это фрик слушать ешь сармат это фрик эйнштейн это фрик опять-таки я в хорошей компании я не против они на самом деле ты разберешься не настолько ничтожно что это просто ответственно настолько ничтожно если бы она была если бы ее просто не отогнали законами типа чур-чур это любая деподать о я нельзя типа нельзя любой деподать о не привести уже наука потому что ученые только те кто называет других ученых учеными ну если бы балахает конкуренция в этой области если бы государство не застал била себя возможность финансировать науку то твердитель будешь давно проиграла просто собственно все всякие деятели которые вы блин несут всякий бред маразм против часами себе и так моему канал вы здесь увидите всякий бред куча всякого маразма и но мы увидим бред да некоторым образом мы его слышим даже базовую аксиоматику то есть аксиоматику который сейчас основывается вы поймете как мысль идиоты то есть проблема то есть я бы мы видим как они мы мыслят мы слышим но мы не не понимаем почему они мыслят именно так может быть мы просто недостаточно много роликов смотрели с этого канала поэтому нужно заказывать другие ролики с этого канала я считаю наука изучающие мышление адекватных людей есть адекватные машины есть нет науки ограничение науки заключается том что нет науки изучающие спрашивают как канал называется я потом ссылочкой на канал в чат поспамлю чтобы вы заказывали шедевры поведение дебилов но есть чисто там больных там чё там дебилов именно и науки нет к сожалению такой нужно да я аутист если что науку учащих поведение но к философию допустим учащие доклад на поведение нужно тоже забадать философские концепции которые могут объяснить мир с этой позиции не совсем научных позиций тоже не все основано науки царя не все только объективное знание нужно опять же уметь вызвать не объективное знание в общем в этом мой посыл то что изучайте собственно философии не будьте ешь с ароматом не будьте мной да очень плохой пример не будьте такими как я чтобы не быть таким как я пейте пюро протеин экономику прочь ганалу и как самать главное на сушку автоматик если у вас будет такая на правильно автоматика вы сможете всего добиться лица полного понимания во всем в общем скоро до философия она про то как заполучить правильную аксиоматику готовьтесь к разносу ешь с аромата да мы бы готовимся ешь с аромат я тебе уделаю просто все мне придется удалять все каналы делаю просто фактом пиздец всех ребят прощайте именно надо мной да это все морально и готовить морально своих подписчик своих сторонников морально готовь то боюсь много много психиатры всех которым много работы придется конечно реабилитация бывших адептов ешь с аромата не надо говорить что шерстнёв якобы тебе не сказал что такое свободы тебя труфов нету блин без труфов как бы голословно не ну как шерстнёв молчал пять минут потом трупов skype по весь ну шерстнёв это еще один шоу я активист собственно как вот не будем об этом заявлением не надо потому что не сказал не объяснил тебе блин и ничего не значит у тебя нет все равно можно объяснить ну там в конфе помимо меня и шерстнёва было несколько человек ну ладно просто ты не понял блин сам закрыл нету да такие дела слушайте у такого канала всего 11 подписчиков для ребята это несправедливо я считаю это же топ-контент господа подписывайтесь на канал кидаю ссылку в чат это канал на котором будут выходить разоблачения значит я же с армата квантовой механики там теория относительности но и других всяких лженаучных вещей подписывайтесь ребята отписывайтесь от меня и подписывайтесь на этот канал сразу все мне пиздец подписывайтесь на мой канал уважаемые подписывайтесь на мой канал 頓小ые не captачьтесь Продолжение следует...